Системная терапия саркомных тканей. Сан Савченко, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы не все сдюжили воскресную погоду мокрую и, видно, вчера прошедший гала-ужин. Я попробую в своем докладе остановиться на таких основных фундаментальных моментах, которые получились и произошли за прошедший год. И дальше чуть-чуть расскажу о новых веяниях, что нас ждет. В 2017 году было опубликовано исследование, исследование RTC, по результатам которого были внесены, уже внесены коррекции и правки в рекомендации ESMO 2017 года. Было проведено исследование у пациентов с исходно-операбельными сарковыми мягких тканей, с различными гистологическими подтипами. Видите, они представлены на слайде. Было два рукава. Один рукав – это стандартная терапия и фосфамидом, и доксорубицином. А второй рукав – это терапия, направленная в зависимости от морфологического подтипа. Вы видите, на этом слайде представлены следующие схемы. Что получилось? Я не буду здесь детально останавливаться на процентах под группам в плане ответов и токсичности. Здесь мы с этими лекарствами и препаратами работаем давно. В принципе, все это прекрасно представляют. Что получилось в плане эффективности? Получилось значительное преимущество по безрецидивной выживаемости, собственно, так же, как и по общей выживаемости в пользу стандартной терапии. Также вы видите выживаемость без местного рецидива и выживаемость без отдаленных метастазов. Также в пользу группы стандартной терапии. В Соединенных Штатах предоперационная химиотерапия использовалась в течение последних 20 лет. Мы используем ее в течение, наверное, последних 10 лет. Европа колебалась достаточно долго. И это первое исследование, которое побудило изменить клинические рекомендации. И, как многие из вас знают, в европейских стандартах одевантная терапия, это только терапия монодоксорубицина. Оставалось долгое время. И, несмотря на результаты этого исследования, она осталась и в этом году. Сейчас европейцы пришли к тому, что действительно при агрессивных морфологических подтипах на предоперационном этапе необходимо проводить предоперационную химиотерапию. И опять мы возвращаемся к истории с остеосаркомой, когда мы ее только оперировали, потом добавили одевантную химию, потом добавили нео-одевантную химию, потом модифицировали и ту, и другую. И получили результаты, которые мы сейчас имеем. Это в пределах 70% 5-летней безрецидивной выживаемости. Мы занимались этим тоже давно. И здесь представлены данные, опубликованные в 2012 году. То есть мы эту работу вели где-то с 2005 года. Это диссиминированные пациенты, первая линия терапии фосфамидом и доксурабицином. Здесь представлены морфологические подтипы. Наверху вы видите по полным морфологическим ответам синавиальная саркома 3 случая, леомио 1, липа 2 и зафг 2. Сравнение проводилось с группой стандартной химии, которую использовали в начале 2000-х и в конце 90-х. Это режим MADE. По токсичности, естественно, ожидаемо появилась центральная нейротоксичность, поскольку добавился холоксан чуть в больших дозах. Нефротоксичность не изменялась. Появилась кожная токсичность на большие дозы фосфамида. Но, в общем, приблизительно одинаково. Здесь представлено сравнение. Статистически значимые различия были получены для анемии, для центральной нейротоксичности и кожной токсичности. И вот результаты, которые мы получили. Это достаточно репрезентативное количество пациентов. Вы видите увеличение времени без прогрессирования практически в половину и увеличение общей выживаемости в два раза с 11 месяцев практически до 22. Дальше нас побудило... Эти результаты побудили проведение другого исследования. Исследования по изучению необходимости и эффективности проведения предоперационной химиотерапии. Понятно, что мы видели эффекты, мы видели результаты, мы видели, что эти больные живут лучше. Но поскольку академическое учреждение необходимо это было подтвердить и собственными результатами. В эту группу вошло 30 больных. Все они были исходно операбельными. Внизу представлен режим терапии, который они получали. Здесь представлены морфологические подтипы, разбивка и рентгенологическая картина по эффективности. Здесь представлена токсичность, то есть переносимость. Режим был уплотненный, хочу заметить, это межкурсовой интервал не 21 день, а 14 дней. И корреляция того, что мы видели в плане размеров опухоли и морфологического ответа. Из 30 случаев, по-моему, у нас только в одном был. Но мы получили статистически значимое влияние наличия лекарственного патоморфоза лечебного, если он был более 50% некроза, на показатели по общей и безрецидивной выживаемости. Они представлены вот на этом слайде. Эти данные мы закончили, если память не изменяет, но в 2014 году. Но три года спустя наши европейские коллеги аккуратно пришли к тому же в большом достаточно рандомизированном исследовании. Поэтому в этом году мы также изменим наши клинические рекомендации в стране и уже с полным спокойствием не в рамках научных проектов онкологического научного центра, а с точки зрения доказательной медицины, исследования третьей фазы, рандомизированной и так далее. И по достоверности и релевантности это будет фактически грейт 1а. То, что уже несколькими словами касался в прошлом докладе Томас Бродович, это препарат Алротумаб, который сейчас получил регистрацию и ускоренный доступ и в Соединенных Штатах и в Европе и планируется к концу этого года в России. Было проведено исследование третьей фазы. Мы тоже участвовали в нем. Это была комбинация Алротумаба с доксуробицином и второй рукав – монодоксуробицин. Дизайн этого исследования. Первичная точка – время без прогрессирования. Вы видите результаты. Медиана времени без прогрессирования в двух группах и то же самое медиана общей выживаемости. Нет статистической значимости при частоте объективных эффектов. Но, однако, было получено действительно хорошие результаты, практически удваивающие в группе с Алротумабом. Алротумаб – это мультикиназный, тирозинкиназный ингибитор, в основном настроенный на PDGF-альфа. Нежелательные явления представлены, сравнение в двух группах. Отмечена действительно большая частота нейтропении в группе комбинации. Мы, в принципе, с четвертого курса начинали использовать колоннестимулирующие факторы. Альдоксорубицин. По результатам второй фазы были получены очень хорошие результаты. При проведении третьей фазы, при промежуточном анализе, не получили достижения результатов по первичной конечной точке. Так препарат связывается с альбумином. Фактически, попадая в клетку, высвобождается значительно большая доза доксорубицина, нежели мы привыкли вводить внутривенно. Дизайн этого исследования – это было прямое сравнительное исследование с обычным доксорубицином. Основные результаты медиана времени без прогрессирования значительно превышала в группе альдоксорубицина. Медиана общей выживаемости приблизительно одинакова. По частоте объективных ответов, действительно, в группе с альдоксорубицином их было порядка в 5 раз больше. Что мы имеем на сегодняшний день? За фактически последние 5 лет было проведено изучение большого количества новых препаратов в терапии сарком мягких тканей. Но не все они увенчались, к сожалению, успехом. Видите, позапонип мы уже давно с ним работаем. Это в нашем ежедневном арсенале. Ирибулин для липосарком появился не так давно. Трабектидин также давно работаем. Алоротумаб на выходе в нашей стране. А вот последние 3 препарата не показали своей эффективности. Но по результатам второй фазы, мое такое ощущение, все-таки, что идея с вот этим кислотным линкером и попыткой упаковать старый доксорубицин не будет забыта. Хочется в это верить, потому что действительно препарат неплохой. И мы видели достаточно высокую активность в рамках тех, по-моему, 12 больных, которые проходили терапию в нашем центре. Возвращаясь, опять-таки, к вчерашним разговорам по поводу липосаркомы, высоко дифференцированная, додифференцированная липосаркома, исследование второй фазы проводилось с пальбоциклибом. Это были опухоли с амплификацией CDK4. 12-недельное время без прогрессирования составило 66%, медиана времени без прогрессирования 17,9 месяцев. Сложно комментировать. Почему? Потому что опухоль представлена и хорошо дифференцированным компонентом, который, в принципе, может не увеличиваться в размерах, и додифференцированным компонентом, который может увеличиваться в размерах. Сжимая высоко дифференцированный компонент, тем самым мы получим, фактически, по рецидзу те же самые размеры, но вопрос, как это расценивать. Вилонодулярный тембосиновид раньше называлось, сейчас это гигантоклеточная опухоль мягких тканей. Болезнь возникает в основном в возрасте от 20 до 40 лет. Порядка 300 случаев в год в Российской Федерации. Типичная клиническая картина – отек, боль, гемортроз, скованность движения, снижение функции, иногда бывает врастание в кость. Это быстрый момент, когда пациент обращает внимание на эту опухоль, после этого наступает плата. Плата с точки зрения и роста опухоли, и клинической симптоматики. И дальше идет по такой синусоиде. Характеризуется гиперэкспрессией колонии стимулирующего фактора 1. Были неоднократные попытки использования гливека в терапии этой опухоли. Что было проведено? 29 пациентов, медиана наблюдения – 10 месяцев, медиана времени без прогрессирования – 21 месяц. Вы видите, по частоте ответа 1 полный ответ и 4 частичных. Итого – это 5 пациентов из 29. Эффективность достаточно высокая. Маленькая компания американская – это Плексус. В настоящее время проводится изучение уже в клинике нового препарата. Это селективный ингибитор колонии стимулирующего фактора 1. А колония стимулирующего фактора 1 – это одна из мишеней, это третья мишень гливека. У них первая – это C-кит, вторая – это PDGF-бета, и третья, которая не обозначена в инструкции к препарату, это как раз CSF-1. И через этот CSF-1 гливек работает при выбухающей дерматофибросаркоме, при агрессивных фиброматозах и при гигантоклеточной опухоли. Видите, здесь результаты. Вторая фаза. Один рукав – это эскалация от дозы, второй рукав – это продолжение с выбранной дозой. 83% частичного ответа. Это серьезный показатель. И фактически это вторая гигантоклеточная опухоль, которая у нас есть, при которой мы видим показатели объективного ответа более 80%. Понятно, это костное ГКО, это ГКО мягких тканей. Наверное, все-таки не зря они называются гигантоклеточными. Что-то помимо этого есть, кроме тех гигантских клеток, которые видят морфологи в плане именно канцерогенеза. И, может быть, было бы интересно посмотреть наличие или отсутствие экспрессии вот этого колонии стимулирующего фактора 1 именно в костных ГКО, помимо ранг-леганда. Что было нового на АСКО? Было опубликовано данное исследование цидирониба при альвеолярных саркомах мягких тканей. Это ингибитор рецепторов фактора роста эндотелия сосудов и части других, это мультикиназный ТКИ. Было проведено сравнение с плацебо. 48 пациентов рандомизировано. На 24 неделе частичный ответ в группе с препаратом составил 21% в сравнении с их полным отсутствием в группе плацебо. Ну и также высокие показатели по стабилизации. Это интересно. Почему? Потому что цидирониб вышел на этап фазу клинических исследований еще в самом начале 2000-х годов. И показания как раз и были саркома мягких тканей нечувствительны к стандартной химиотерапии. Это исследование затормозилось на наборе порядка 20-25 пациентов и дальше встало. Причину я не знаю, может быть, это связано с компанией, производителем препарата. И только практически, сколько получается, 15 лет спустя выдали первые результаты второй фазы. За этот промежуток мы уже поняли, что при этом морфологическом подтипе неплохо работает позапониль, батриент, соответственно, который решил часть проблемы нашей с точки зрения врачей. Посмотрим, что будет дальше, но у меня большие сомнения, что будет продолжаться некое развитие этого. Исследование второй фазы иммунотерапии пембролизумабом при саркомах мягких тканей и костей. Здесь результаты приблизительно такие же, о которых вчера говорил Томас. не сильно понятно ни от экспрессии PD-1, ни от наличия микросателлитной нестабильности, корреляции ответов нет. Но факт в том, что были зарегистрированы эффекты для ряда морфологических подтипов, которые нам интересны. Будет продолжаться дальше, посмотрим, что из этого получится, потому что на настоящий момент там две когорты 40-40 на костные и на мягкотканные. Посмотрим, какие будут результаты чуть-чуть отсроченные. Третье исследование – это эпителиоидная саркома. Как раз мы в нем тоже участвовали. Вообще идея была неплохая, это редкая опухоль. И мы попытались ретроспективно собрать по разным клиникам и в Европе, и в Соединенных Штатах те наблюдения клинические, которые есть в нашей практике. И разделили на три рукава. Первый рукав – это комбинации, содержащие доксорубицин андроциклины. Вторая – это комбинации, содержащие гемцитабины. Третий рукав – это позапонип. И в результате получилось, что наибольшая эффективность – это комбинация на андроциклин, содержащих схемах и при проксимальном типе. То, что их бывает два дистальные и проксимальные. Дальше, следующим этапом по эффективности чуть ниже – это гемцитабин и самая низкая – позапонип. Как раз мы, по-моему, давали три или четыре пациента в рукаве с позапонипом. Два из них у нас получали препарат в пределах года. Почему более низкие показатели получились у наших коллег, сложно сказать. Но, тем не менее, что имеют то и мимо. Исследования ретроспективны. Исследования ТАПОС при ангиосаркоме. Здесь основной комментарий, который есть. Медиана общей выживаемости – 9,9 месяца. И медиана времени без прогрессирования – 3 с лишним месяца. Мы опубликовали эти данные, опубликовали в прошлом году. Это комбинированный химиотерапия режим ГЕМТАКС. У нас показатели во времени без прогрессирования получились 9 месяцев. По литературе данные, которые есть на сегодняшний день, даже брать базовую терапию антрациклинами, эти показатели превышают 6 месяцев. Соответственно, использование нового препарата. И плюс еще позапониб с такими результатами. Понятное дело, что дальше ни к чему не приведет. Но это, естественно, бессмысленно и еще, помимо того, крайне затратно. Это клинический случай. Я обещал его представить ровно год назад, когда задавались вопросы по поводу эффективности ингибиторов ароматазы в лечении рецептор положительно леомиосарком матки. Это пациентка 54-х лет с леомиосаркомой матки. Рецепторы по прогестеронам и по эстрогенам в пределах 90 баллов. И вы видите эффект в легких, который на сегодняшний день сохраняется в течение 3-х лет. А этот эффект был достигнут за год и 4 месяца. Вот это у нас получился бейзлайн. Видите очаги, которые расположены через год и 4 месяца. Здесь никакой хирургии, никаких шаманств, ничего. Просто год и 4 месяца терапия фемары. Эти случаи редкие. И в терапии этих больных не нужно об этом забывать. Единственное, что есть еще одна пациентка. К сожалению, я не нашел ее КТ-картинки. Мы сделали иммуногистохимическое исследование. И рецепторы и эстрогенов, и прогестеронов были отрицательные. Но добрый доктор по месту жительства назначил ей ингибиторы ароматазы, которые она получала первые 3 месяца. И придя на первый контроль, мы увидели, что есть эффект. Естественно, не стали отменять. Хотя здесь уже речь идет о том, что идеологически, наверное, неправильно, когда у тебя нет экспрессии рецептора, давать препарат, который должен по этому механизму работать. Либо есть еще какой-то, либо еще мы что-то не знаем. Но такой процент пациентов небольшой. Он есть. И, в принципе, возможно использование гормонотерапии, но, понятное дело, не в первую, вторую линию. У меня на этом все. Большое спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Есть ли вопросы к Александру Александровичу? У меня тогда небольшой вопрос, позвольте. Вот я не услышал, может быть, в виду, что утро уже, про такой препарат, как ригарфинип. На СМУ-2016 году он был озвучен компанией Bayer, как я помню. Как вы можете прокомментировать его роль в лечении саркомии от теканей? Там прозвучала вторая фаза. И вообще, что ожидать? На рекомендациях по 2017 году мы думали, включать его или не включать, и сделали такую ремарку, что возможно использование при синавиальной саркомии. В принципе, он относится также к тем же текияям. У нас работает позапоним, который, в принципе, априори зарегистрирован для этой нозологии. Bayer не пойдет дальше, это решение уже принято, и не будет регистрировать синавиальную саркому как новое показание. Мы для них не представляем коммерческого интереса, с одной стороны. С другой стороны, они понимают, что есть адекватный конкурент, который уже вошел с позапонимом. Но для нас, как для клиницистов, это говорит о том, что при прогрессировании на таргетной терапии и наличии хорошего ответа, это как еще дополнительная опция и попытка, возможно, с получением эффекта. Спасибо, Александр Иванович. Еще, если можно, вопрос. Вы являетесь ведущим экспертом у нас в стране по лекарственному лечению сарком. Это безусловно. И все-таки, какая сейчас тенденция прослеживается? На что мы больше стремимся? Мы стремимся подойти к таргетной терапии. Мы стремимся, чтобы появились какие-то новые комбинации. К чему сейчас идет развитие? Все-таки появление иммунотерапии. Много о нем говорим, но при этом еще пока нет каких-то прогрессивных данных. К чему мы идем в лечении? Если говорить о том, что весь мир пытается в лекарственной терапии снизить дозы, уменьшить токсичность, минимизировать вторичные проявления, вторичные злокачественные опухоли, при этом улучшить качество жизни и повлиять на основные онкологические показатели, у нас это не очень получается. И чем более агрессивно мы себя ведем в отношении низкодифференцированных морфологических подтипов, тем лучше получаются результаты. Пока. Первый, наверное, препарат, который дал такое ощущение, что может быть возможен и другой путь, но мы до него до конца не дошли еще, это позапонит, когда пациенты с совершенно другим профилем токсичности и длительно-длительное время получают препараты. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет с иммунотерапией. Может быть, мы к этому придем, но вопрос, когда? То есть, если говорить, место иммунотерапии в мезонхимальных опухолях на сегодняшний день, его нет, пока что. Спасибо, коллеги. Достаточно известная картина. Всегда страшно снимать пациента с химиотерапией, особенно таргетной терапией. Какой у вас есть опыт максимального применения позапониба по времени? И были ли рецидивы после отмены таргетных препаратов, ну и после отмены, собственно, и стандартных схем химиотерапии? Хороший вопрос. Наверное, Алексей Борисович Кожевников может помнить этого пациента. Это пациент с синавиальной саркомой легкого. Он из Иркутска. Фамилию сейчас не воспроизведу. Он получает препарат в течение, на сегодняшний день, около трех лет. С наличием метастатического поражения и в средостении, и по плевре. Вот это самое большое в нашей клинике. Описаны случаи в мире намного дольше. На стадии исследования, например, при раке яичников, позапонив поддержку, были получали до пяти лет. По профилю переносимости, не могу сказать, что есть какая-то накопительная токсичность, кумулятивная. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Александр Александрович, спасибо большое. Продолжение следует...